я поставила варить супчик это курочка варится буду варить супчик вот с такой лапшичкой чищу картошку очищаю вернее уже в общем что с утра я сходила в магазин надо было купить разовые пеленки для цыплят я вчера была в магазине в центре но там пеленки есть но они совершенно другие нам такие не подходят там размеры меньше вот такие пеленочки мы берем всегда вот она 90 на 60 это наш размер размер нашего цыплятника и 10 штук есть по 5 штук но я беру 10 сразу потому что убираю у них каждый день меняя пеленки цыплят своих и поэтому они быстро уходят вот купила еще помидорки такие красивые пусть стоят так зреет у меня квас вот он гуляет уже вовсю так что можно будет делать окрошечку значит картошку почистила сейчас лук почищу морковку достану из морозилки самое главное чтобы сварилась мяско меньше все сделаем вчера конечно устали как бобики таскали эту смесь но сегодня смотрю результат есть уже вода к нам не бежит во двор это уже здорово вот эти очистки я собираю складываю в холодильник и как только наберется такая кучка побольше я ее варю курочком делаю мешанку ну вот у меня мяско с картошечкой приготовились и теперь зажарку сейчас зарумянится еще лучок с лавровкой и положу в супчик суп я уже посолила и останется туда лаврушечку положить перчик и все и супчик будет готов ну вот мне осталось только положить лапшичку много не буду класть чтобы суп такой она сильно потом раскисает ну вот так чтобы жизненький есть у меня еще укроп замороженный потом выключу приключу укроп положу вот такой вкусненький супчик получился у меня нет и вечером когда за кормом пошла увидела все отодвинула эти свои зарядники зарядники твои всех убрала комбикорм отодвинула на фоне заката одинокая фигура да уж принеси обычную снежную лапшу ага пришла в гараж сегодня и увидела что с потолка капает прямо на машину на капот вон на стекло капает везде посмотрела на потолке прям ой ну в местах двадцати наверно не знаю видно нет протекает крыша вот видите полосы потеки это конечно беда крыше всего четыре года профиль качественный лежит снегозадержание там есть видимо из-за снегозадержания там как раз вот и большое количество снега скопилось по ней мы никогда не ходили по крыше никогда не скидывали снег потому что ну чтоб не повредить профиль металлический и вот поэтому михалычу пришлось лезть на крышу и скидывать вот эти ледяные грыбы так жалко особенно страшно за вот этот вот механизм это ворота поднимает который прямо в него течет дай бог замкнет все сломается в общем капает такие вот дела поэтому вечером уже поздно увидела и пришлось михалычу уже в потемках работать снимать снег вот такая печальная история ну что ж у меня двадцатые сутки инкубации мини-лигорнов хочу право скопировать не знаю видно будет ли еще ни одно яйцо не напоминаю ага пикает, слышно пищат мои хорошие да видно там шевеление яйца я наверное камеру поближе сделаю хотя она светит не знаю будет видно нет нет конечно вот мне видно хорошо я так понимаю что когда наклева нет еще то яйца еще проветривать нужно а вот когда уже наклев то камера очень большая воздушная хотя цыпленка вижу вон он шевелится ну все не буду их все проверять ой ну вот еще еще разбить осталось вот эти поилки супруг сегодня сделал нашим цыпляткам сделал капельники из бутыльков из пластиковых просто вырезал все таким таким потому что мы покупали просто непильные поилки без чашечек и вот такие вот он делает сам в сарае он делал с бутылки а здесь вот делал с пластиковой такой штучки цыплят цыплята уже едят вот из этой кормушки едят активно потом подцепим им поглубже уже из другого профиля который помощнее а так пока бункерную кормушку в них не убираю чтобы они и там и там успевали кушать еще вот сюда надо сделать по размеру вот этой двери кормушку это сильно длинная просто повесила чтобы закрыть вот эти большие окна видишь хулиганье ведь как льет мама ну надо их прикрыть что-то там могут выскочить большие окошечки у нас перепелки отсюда убегали бегали по всему дому ну все малыши закрываю вас греется возле банки спать уже ложатся спокойной ночи девочки и мальчики вот так их закрываю старым подеяльником и у них тепло лучше сохраняется все надо им водичку еще подлить чтобы она не хватило все температура у нас тут в этом инкубаторе настроена 37,3 поставили среднюю влажность 70 68 опускается и ниже я не даю опускаться значит сейчас десять вечера ой девять вечера мы с Михалычем только пришли с крыши вернее я то под крышей ходила а Михалыч был на крыше и снимал снег очень тяжелые глыбы прям ледяные ну скинул потом уже час прошел час он где-то скидывал да где-то чирикают птенцы наши час прошел после того как он ну вернее как он скидывал и говорит все говорит я устал боюсь просто не удержусь на крыше очень скользко и пришли домой завтра если что еще а завтра будет моя задача убрать этот снег который он скидал снизу хотя бы дорожку прочистить потому что все это таять начнет будет воды очень много ну не знаю очень тяжелый опять это равносильно песчано-гравидной смеси так что история продолжается сегодня день день я филонила ну как филонила полы помыла приготовила магазин съездила Михалыч пришел вечером с работы и говорит покушал и говорит слушай может сегодня побездельничаем я говорю да конечно побездельничаем давай отдыхай хоть один вечер ничего не будем делать в итоге он сделал поилку для адельских серебристых а потом вдруг я увидела то что крыша протекает и пошли мы бездельничать на улицу полез на крышу бездельничать снег скидывать очень устал сейчас сидит отдыхает вот так вот прошел наш день день безделья всем всего доброго до завтра завтра не знаю что буду показывать что не буду ну конечно же если наклев будет если у нас завтра начнут яйца выводиться цыплятки то обязательно конечно же покажу всем пока пока спокойной ночи